Дождались Наконец-то дождались вечерний стрим Команда Moscow 5 против команды MePound Привет всем, кто на нашем канале Зовите друзей, созывайте большой моб У нас должно быть очень интересно Команда M5 встречается против MePound Это европейский дивизион Join.MLG Pro League Первый сезон, группа B Немножечко позже покажу вам Таблицу Конечно же для ленивых, кто по сайтам не лазит И хочет увидеть все сразу Для вас тоже, в принципе, мы все подготовили На данный момент переходим непосредственно к матчу Будет пауза, перейдем к таблицам В бане у нас уже Акс, Тролл Варлорд В бане СФ, в бане Шторм Спирит Снайпер, Джаггернаут Брюмастер и Брудмазер со стороны команды MePound По поводу пиков Венжифул Спирит, Туск Лекан и Пугна Уже отходят у нас команде М5 И со стороны MePound Naga Siren, Enigma И Bloodseeker В пике у MePound По-моему, MePound что-то придумали Конечно же, с Naga Siren Особенно выдумывать не приходится Подруга сама занимается тем Чем привыкли мы Чем, что привыкли мы видеть От данного персонажа А именно, выфармливает Тысячу и один артефакт На протяжении 70 минут И потихоньку откусывает По кусочку бараков Если, конечно М5 противодействия не придумали Пока что Пока что Такое противодействие Мне не вырисовывается Разве что Мазганги И не дать Наге Siren Выфармить тот самый Заветный артефакт А дальше С пушить линии До того, как их начнет пушить Нага Для пуша У М5 Пока что все имеется Есть Лекан Есть Пугна По чуть-чуть По чуть-чуть Пока Нага фармит Радик Мы фармим Нагу И мы фармим Конечно же Бараки Одну секундочку Сейчас Посмотрим таблицы Что нас Интересует Команда М5 Сыграла 6 игр Вы видите На ваших экранах 4 победы И 2 поражения В общей сложности Заработали 8 поинтов Команда Мипаунд Располагается На четвертой строчке У них 1 победа 2 ничи И 1 поражение Но сыграла она Всего 4 встречи Бест оф 2 В принципе Все увидели Все поняли Переходим К Нашему матчу По поводу Баллов Которые зарабатываются В данном Турнире 1 победа Это 1 очко 1 поражение Это ничего Ничью Которую вы видели На своих экранах Ничья Это 1 победа И 1 поражение В серии Бест оф 2 При ничье Как вы понимаете Простая арифметика Зарабатывается Всего 1 поинт Ну На данный момент Тайтхантер уходит У нас Пятым пиком Для Москов 5 И ждем Чем ответит Мипаунд По лайнам Если Нагасайрен Отправится у нас На мид То Энигмам не увидится Лесным Бладсикер Скорее всего Будет В сложной стоять А Дазл Будет помогать Последнему пику Команды Мипаунд Кого возьмут Сейчас увидим И выясним Хотя может быть Бладсикер у нас Не будет фармящим Персонажем На легкой А для сложной Кто-то сейчас найдется Ну Пик в принципе Универсальный И Энигма Может пойти в сложную Тоже Проблема небольшая Через Эдолонов Можно Очень много Нафармить Ну что У нас Свен Свен у нас В пике И на данный момент По пять Игроков Уже разобрали Давайте сразу же Перейдем на персонажей Кто кем играет Сландер у нас На Тайтхантере Зэкса играет У нас на Пугне Айвай играет На Ликане Скорее всего Будет Мид Ликан Дальше По пику Бигнум На Венжфул Спирит И Скрин отыгрывает У нас На Тузке Со стороны команды Со стороны команды Мип Экзист играет У нас на Бладсикере Это стендин команды Мипаунд Энигма играет На Энигме Точнее Отыгрывает Симба Хани играет На Нага Сайрен Матушка играет На Дазли И В33 Играет у нас На Свене Ну в принципе В принципе Все в общем-то Ровно Никаких потрясений В плане пика И Разбора персонажей Не имеется Единственное что Ликан Который отправится в Мид Это Немного интересно Куда отправиться За Икс Увидим Скорее всего Это будет пугна сложная Ну что У нас готова встреча Я так понимаю В лесу команды Мип Пока что Друг друга Игроки Заметили только косвенно Я думаю Свен скорее всего Не видел Бигнума А Вард Позволяет увидеть Свена И все это Ясно Расположение игроков Команды Мип Понятный для Москов 5 Бигнум готов В принципе Зацепить Стан уже Вкачен Здесь есть Мачка Ну и давайте Глянем ему Представление команд Друг о друге Представление Друг о друге В принципе Никакое Здесь Айвай Здесь Есть уже Сноубол Сноубол Втроем Отправляются По Мачке Полетели Разваливать Также здесь У нас Скастует Черт возьми Бигнум Просто в щепке Разлетелся Моментально Что сделал Бладсикерс Команда М5 Минус 2 Сразу же Кому минус 2 В33 на Свене Формящий Свен Который сразу же На фестбладе Забирает Даблкил М5 В настолько Нелицеприятной Ситуации Находится на данный Момент Что Мне честно говоря Кажется что Как минимум Ранняя часть игры Уже предрешена М5 Начинает Не то что Не лучшим образом А просто Да ужаса Провально Хотя и опять Вроде все сделали правильно Вроде на характере Прыгнули все в сноубол Полетели Кого убивать Конечно же убивать Дазла Чтоб Дазл Никого не подхилил Ни на кого не бросил Грейв Ничего не сделал Думали Бёрст дэмэджем Снести Дазла Ничего подобного Здесь Приходит Бладсикер И Бладсикер Спокойно Через Бладрайт Развалил Всю команду М5 Кто-то выжил Кто-то Нет Кто не выжил Мы с вами видели Бладсикер у нас Отправляется на мид И по поводу Этого персонажа Нифига я не угадал Ну что У нас Фармящий В33 На легкой Свену Помогает здесь Матушка Помогает здесь Хани Это саппорт Нага Наконец-то Дождались мы Саппорт Нагу Как же приятно Наблюдать За данной Реализацией Этого персонажа Это нага Сайрон Которая Все что будет делать Это бросать Сонг оф Сайрон И через Рептайт Рубить ребятам Дев Ну и конечно же Ловить Это не будет Нага Сайрон От Хани Которая Ну от Хани Действительно Такой наги Сайрон Точно и быть не может Потому что Хани саппорт И не будет той Наги Которая мучает Всех От зрителей До комментаторов И даже игроков Команды соперника Сландер пока что Стоит в соло Против Симбы В сложную отправили Энигму То в принципе Что я угадал А Сландер Отправляется в соло Фармить на легкую Ну по Крипстату Как дела обстоят Пока что Айва Немного Но перефармливает Экзиста Экзиста 5 на 1 У Ойвы 9 Даже 10 на 1 Крипстат Нага берет иллюзий И команда М5 Возвращается на лай Но здесь пугна-пугна Фармящий Зэксэ Уже имеет Крипстат 8 на 3 У команды У команды У команды МИП Понятно кто у нас фармит Ну что Поймали здесь Свена Бросили в него лед Можно разбирать Свена Зэксэ у нас пока что в стане Подхилили у нас В33 Надо гнать Скрин бежит Нага его стопит Отпивается В33 И уже Зэксэ Надо отсюда уходить Как можно дальше Скрин пытается отстопить Здесь сетка в Зэксэ Зэксэ уходит в Астрал Зэксэ в Астрале Ловит Ловит стан от Свена Ну что Хаммер В голову прилетает Зэксэ И счет становится 4-0 Но что печальнее Да здесь Бладсикер В это время развалил у нас Ликана Ликан отъезжает Но что неприятнее всего В данном положении Вещей У Свена На котором играет В33 Один из известных Не столько опытных Ну тем не менее Весьма перспективных игроков Известный европейский парень У него уже счет 3-0-0 Это Начало четвертой минуты Еще до начала четвертой минуты То есть за 3 минуты 3 фрага для Свена Что М5 увидит Через 10-15 минут От этого персонажа Я даже боюсь представить Надо как-то Перетягивать силы Как-то меняться лайнами Надо срочно выносить Шестой левел Сландеру И пытаться заганкать вниз Потому что Если с такой скоростью С какой скоростью Погибают игроки М5 Начнет выносить артефакты У нас В33 То игра Закончится Очень и очень скоро Оллайте Пока что вообще молчу Зэксс фармит Но Зэксс Конечно же Свена Не Перебьет здесь Тем более Ни руками Ни скиллами Ничем Напали Опять на В33 Пошел у нас стан Зэксс Бросает 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 Незер Бласт Ловит еще раз В лицо стан Хаммер Зэксс Полетел Еще один Незер Бласт W33 проседает Но не сильно Зэксс Сноубол прячется И в кого у нас идет Сноубол Сноубол у нас В33 Ну рассыпается Моментально Зэксс Все через Шадоу Вейв Бигнум ловит Стан 6-0 М5 Посыпались Я даже не знаю Как это обсуждать Нага Сайрон Забирает фраг И W33 Пока ничего не забирает Машка Тоже ничего Что Нага Сайрон Нага Сайрон Даблкилл Сделала Теперь Нага Сайрон Я думаю На который отыгрывает Хани Может позволить себе И сейчас Будучи саппортом Пойти в Радианс Конечно же Эта шутка Никто так делать не будет Но ситуация Очень неприятная Для М5 6-0 На данный момент Начало матча 3000 по голде 2 с лишним По экспе Сказать что проиграна Нижняя линия Это вообще ничего Нижней линии не сказать Зэксс И опять приходит здесь Думаю Решение промечиваю Правда видит он Прекрасно Что у Свена нет стана Но помимо Свена Здесь есть Нага Который есть сетка Хотя позиции Хани команда М5 не видит Хани отправляется У нас на мид В миде уже скрин И Айва с двумя волками Стоит готовиться Выйти на Бладсикера Скрин у нас поднимается На хайк граунд Возвращается На свой лайн А здесь матчка Матчка его Видел Матчка знает прекрасно Кто здесь в кустах И кто попытается С фланга зайти Скрин заходит сюда Попытка Развалить Свена Незер Бласт В Астрал Также стан Свена Надо уже лететь Через ноубол Грейв вешается На W33 Маны на подхил Нет Надо просто идти Игнать Свена У него нет маны Также на Стан Пугна Забирает фраг Наконец-то Первый фраг Сложный Для команды М5 ЗАИКС Забирает этот фраг И Счет становится 6-1 По итогу файта Должны неплохо Заработать 400 по голде Забирают С одного Свена У ЗАИКС По артефактам Пока что ничего ЗАИКС Три раза умер Доформящая Пугна На сложной линии Еще раз напомню Тот кто вообще Убийство Команды соперника У ЗАИКС Сейдж Маск И Да Только хотел сказать В УРНОВ ШАДОУ Собирается он ЗАИКС УРНОВ ШАДОУ Уже готово W33 Здесь Он с фулл ХП Фулманой 910 по мане 5 910 по Хеллс Пойнтам 5 Брони Как сносить его с руки Непонятно Здесь есть Незербласт Но кроме Незербласта Разве что Стан от Венги Но это не так уж и много Сколько Венга заряжает Венга заряжает 175 Свену Этого мало для смерти Под инвизом у нас Машка Куда пошел Скрин Скрин пошел Запугивать команду И5 Как я понимаю У него это получается МИП Отступают Москов 5 Выходит на Тауэр Ликан здесь Скрин здесь ЗАИКС Должен спамить Незербласт Он это делает У него это неплохо получается Тауэр проседает Надо сносить Тауэр Неужели будет деф Глиф провязала команда МИП Но На деф Никто не подходит Видимо Т1 отдают Так и есть Т1 отдали Надо съедать Один за другим Тауэра Иначе Непонятно Куда вообще заведет Эта кривая дорога Команду Москов 5 В33 В33 уже неприятный У него есть ПТ ПТ появился у него По-моему С минуты на четвертой Или на третий Также у него есть Боттл Стик И есть Стаутшилд Пока что Дела у команды МИП Немного получше Идут 3000 по голде Чуть более двух Точнее По голде И По экспириенсу За две перевалила Статистика команды МИП Европейцы Пока что Оказались сильнее Чем Московская пятерка Айва Вместе со своими Волками Выбегают у нас На Т2 Глиф Понятно Откадешился После поднения Т1 Глиф провязали Может быть Есть смысл Подраться за него Здесь у нас Позиция неплохая У Наги У Наги пока что Нет шестого левела Значит можно Ее толком Не бояться Бигнум здесь Айва здесь За Икс Здесь В принципе Вся команда Кроме Да В принципе Вся команда Кроме Айвы Который пошел на руну Готова Драться Также Готов драться И Экзист Который Перетягивается сюда С лайна И здесь же у нас Неподалеку Неподалеку Практически Весь состав Команды МИП Единственная Энигма Находится на Топе команды М5 Попытается забрать Тауэр Разменять Т2 На Т2 Энигма С аданолами Бьет неплохо Так Энигма возвращается сюда И команда М5 Начинает Отходить И правильно Наверное Делает Потому что драться под Секером Под его Бладрайтом Драться под Блэкхоллом От Энигмы Это сущее самоубийство Для команды Москов 5 Давайте перейдем на графики Три с лишним По Золоту И по Экспириенсу Тоже три с лишним От Дефали МИПы Свой Тауэр Хотя и Сильно битый Стоит у нас Т2 Т2 со стороны М5 Тоже Достаточно битый В общем то Размен Относительно Одинаковый Естественно Т1 С обеих сторон На легкой линии Упал Но этот Т2 Забрала Трепла Т1 точнее А этот Т1 Забрал В одно лицо Энигма У Энигмы уже есть Хедресс Имеется 600 на руках В скором времени Будет Мека Есть Солеринг Есть ПТ Энигма по фарму Я думаю Где-то высоко Да Энигма не просто высоко Энигма на первом месте 4200 Есть у Симбы Симба со сложный вывез Так много Что это даже обсуждаться Не может Смида Тот же Экзист Не вывез Столько Сколько Симба Вывез сложный Ну здесь Тауэр Здесь Крипы Здесь в принципе Все что Симба смог Сделать за 10 минут 60 крипов у него И по-моему Готов Баклер Если не ошибаюсь Да Баклер летит Симби И остается 900 До 900 Голды Остается До Собранной Мекки Здесь у нас Бладрайт На землю Экзээксэ Под Сайленсом Под Сайленсом У нас здесь Скрин Остальные отошли Главное Чтоб Сландр Был Не под Сайленсом Потому что Без Ревейджа Драться Толком не получится Ну что Надо сбивать Крипов И пытаться Спамить Через Незербласт От Пугны Незербласт Пошел Здесь Миднайт Пульс Положил Симба Второго левела Миднайт Пульс Блэк Холл Есть Об этом Не стоит Забывать Ульта Пошла У нас Зээксэ Зээксэ Пока что Стоит на месте Не дерется Зээксэ Поставил Вар Перед смертью И Симба Эдалонами Съедает У нас Зээксэ Фармящий Пугна Рассыпается С одного Раскаста Из нескольких Тычек От Эдалонов Неприятная Ситуация Для Москов 5 Но более Неприятная Ситуация Конечно Связанная Со Свеном Свен отправляется Дальше Фармить У него 38 на 4 Крипстат Но Давайте посмотрим По Нетворсу По Нетворсу Он на первом месте 4200 у него Немного Он уступает Энигме И рядом Даже Конь не валялся Потому что 3500 Всего лишь У Айвы 3300 у Сландера И Фармящий Зээксэ Которого в Трипло Отправила команда Москов 5 У него 3000 Вот-вот Натикала W33 Будет грозной Проблемой Как с ним Не борется Команда Москов 5 Мне пока что Непонятно W33 Забирает у нас Я думаю Руну ДД И можно будет Смело драться За Т1 А дальше Идти на Т2 Удивительно Команда Москов 5 Взяла Пуш Стратегию А наличие Ликана Наличие Пугны В пике Мне реально Говорит о том Что пушить Команда Планировала А по факту Снесли Товров Они меньше Чем Снесли Их соперники 2-1 Пока что По товарам Счет Т1 На миде Стоит И никто Его Не собирается Забирать Зэксэ Здесь На него Выходит W33 В соло Драться Нет смысла Зэксэ Зэксэ Лучше бы Отойти Отсюда Незербласт В максимум Шестого Левела Еще нет У Свэна Уже Есть Седьмой Практически Восьмой Свэна Опять же Бутылка Наполнена Я бы не рискнул Это точно Тем более Пугна У которого Всего лишь Семьсот Семьсот По голде Что у Пугны У Пугны Была попытка Я так понимаю Ранее выйти В Меку Но У Энигмы Мека Уже есть Поверх Меки Есть еще Шестьсот По голде А у Пугны У нас Меки Нет И Мека Пока что Очень Очень далеко Курьер Не несет Ничего Просто Зарядился У нас Зэксэ Стэш Рецептами Не совсем Понятно Может он хотел Под ноль Слиться И отдастся Крипам Нет Не похоже На это Ну что Команда Мип Отправляется У нас На Т2 Здесь Волки Пытаются Переагрить На себя Крипов В принципе И без Крипов Тауэр Сто процентов Падает Сразу Два ТП Видим Мы здесь Сландеру Надо цеплять Всю команду Симба Здесь Подстопил У нас Немножко Симбу Сландер Сон Оф Сайрен Все улетают Все Три игрока Улетают Хани Последний Произал ТП Все Как Вичдоктор Учил В общем-то Все нормально Все улетели 7 на 1 Как Вичдоктор Прописал Конечно Забыл я крылатое выражение Из русского языка Так Бывает Когда слишком много Думаешь о Доте Ну что Экзист На миде Продолжает фармить У него уже есть Сэндж Будет выход Сэнджин Яша По Нетворцу Он на втором месте Он обгоняет Свена И сразу Три игрока Команды Мип Занимают Первые три позиции На первом месте По-прежнему Симба Который со сложной Вынес Очень и очень много Несмотря На то Что у него Всего один фраг Он по-прежнему Возглавляет Позицию топ фармеров На карте У Хани Появляются Арканы У Сикера Сэндж Мы это видели У Энигмы Есть Мека Нету пока что Даггера До Даггера Остается чуть более Тысячи У Матшки Есть Транквилы Есть Брасер Кто куда направился У Скрина Который играет На тузке Имеется Фейсбутс У Бигнума Ничего кроме Носка Нет Сландер Тоже у нас Ходит с одним Негрейжиным Тапком Пока что Нету денег Не хватает 200 монет До Даггера У Зэкс У Зэкс Только рецепты И Рингофриген Короче говоря Ходреска собрана До Баклера Еще Немного Надо нафармить И Точнее До Баклера Это нафармлено Все осталось Дофармить Еще на рецепт Для Мекки Почему Мип не выходит На Т1 Не совсем понятно Так Незербластом У нас Пугна Пытается подфармливать Что-то Давайте на Крипстат Переключимся Энигма 93 крипа 94 Энигма Пошел в лес Энигме Вообще плевать На всех Он просто Играет в свою доту У Симбы Уже имеется Огр Клаб на руках А значит Это будет Выход В БКБ И что после БКБ С ним делать Ты никак его не зацепишь Ничем Ни Реведжем Тайт Хантера Пугна Ничего толком Не сможет сделать Опять же Ульт у нас От Пугны Не прокачен Лайф Дрейн Пока что Зэкси оставляет На потом Врыв В Рошана Знают ли об этом Игроки команды Мип Если не знают То узнают Ровно сейчас Эдонолов Пытается у нас Ландо развалить А это означает Что дело неладное Но Рошан Постепенно Постепенно горит Без медальки Дерется командой Москов 5 Прилетает Пауэр Трэдс У нас Айве Будет ли подход Драться в узком проходе Это просто самоубийство Очень 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 Крутой Асшарс У нас От Тузка Остановил он Экзиста А значит Не смог Экзист поломать Попытку Команды Москов 5 Забрать Рошана Если бы Глобал Сайленс Здесь лег На данный На данный участок Карты То я думаю Все бы развалились Здесь в принципе И Сонг оф Сайрен Уже был на подходе Если бы немножко Запаниковали Москов 5 И начали бегать Туда-сюда Выходить Заходить Спот На котором появляется Рошан То Минус 5 Было бы 100% Тем более Энигма здесь С Блэк Холлом И у Энигмы По ХП Очень много Просто так Блэк Холл сбить Не получится Если Троих-четырых Поймать То Проблемы будут явные У команды Москов 5 Персонажи Сами по себе Мягкие Венжфул Спирит Рассыпается Быстрейшим образом Пугнат Тоже у нас Особенно В ХП Не собрался Да, здесь есть Мека Но В Блэк Холле Ты Меку не провязаешь В-33 Очень сильно Проседает по ХП Сонг оф Сайрен Симба готов Положить Блэк Холл Миднайт Пульс на землю Блэк Холл Надо отжимать Сонг оф Сайрен Два их поймали В Блэк Холл Продолжают развал Команды Москов 5 Стоит здесь Вард Вард разбивают Скорее всего Разобьют и Т2 9-1 На что рассчитывает Команда Москов 5 Пока что непонятно 5 тысяч преимущества По Экспириенсу 5 по Галде По итогу этого файта Забрали Полторы тысячи Золота С команды М5 Мип Пока что Наконец 100% М5 Я думаю Не знают что делать Они не то чтобы растерялись Они просто не ожидали Такого напора М5 идут повыше Немножко в таблице Но мип Посмотрите на звездный состав Мип Симба Хани W33 В общем то не безымянные ребята Это не ноунеймы Это игроки Которые в свою очередь Во многих топ коллективах Поучаствовали Ну конечно же Москов 5 Не хуже меня об этом знает Ну а Ива Здесь рассыпается Кое что пытался рассказать Он Экзисту Есть в принципе Аганим Будет попытка уйти в ульт Нет ульт Не надо даже юзать Ликану И все таки уходит у нас В ульту Ликан Погоня пошла у нас За W33 Он под БКБ Нет Да достает льдом у нас Скрин Надо стопить у нас W33 Гаш в спину И скорее всего Свена здесь заберут Отдает команда мип Свена Своего главного Коргероя В общем то Майн керри команды Мип И европейцы Пока что поняли Что драться надо Командой Иначе Москов 5 Просто будут по одному Вас вылавливать И разбивать лица Как случилось Именно сейчас Ну это главное Что может сделать Москов 5 Пока что по одному Ганкать Как-то разбивать Встроенные ряды Команды мип Сландер у нас Продолжает погоню За симбой Симба сейчас Развернется И я думаю Проблемы будут У Москов 5 Хотя Да конечно же 90 секунд Еще не будет У нас Блэкхола Тем не менее Мека есть А значит Можно драться Опять же Посмотрите на симбу И посмотрите на Зэксе У симбы 1300 Хелпоинтов У пугной В максимальном Показателе 834 Если вы говорите О меке То мека Конечно же Есть у симбы 2200 еще на руках У нас у симбы Симба очень круто Отыгрывает эту катку 8300 Общий нетворс Он опережает Не только Ликана Но и вообще Всю команду Москов 5 Айва вроде бы Должен фармить Но Айва не может Фармить Лучше чем Настолько Заранее уже Расфармленная Энигма Ну что у нас Волки гоняют W33 Что печальнее всего Что по нетворсу Сразу 3 игрока Команды МИП На первом месте Команда Москов 5 Занимает только 4-е 5-е И 6-е Каждый Каждый игрок Первой тройки МИП номинально Выше по фарму Чем Москов 5 Естественно Драки Лицо в лицо Не по шансам Московской пятерки Они это прекрасно понимают Они не видят графиков Они не знают графиков Ну если знают То с дилеем небольшим Но тем не менее Они прекрасно понимают Что по артефактам Они точно Втерпят в любом сражении Лобовом Против команды МИП Давайте глянем Общие графики 5 с копейками Но остановился График Это уже хорошо По экспириенсу Тоже график остановился Всяко лучше чем Лететь в Тартарары Как это делала М5 На начале Данного матча Ну что у нас Скрин здесь В кого полетел У нас Скрин Скрин ни в кого не полетел Мне показалось Что он Уже нападает Через Айшардс На кого-то Как будто врывались Но Туск пока собирает Барабаны 409 по голде У него Что у Сландера У Сландера готов Даггер Есть Базилка Есть Грэйжиный Стик Пока что обычный тапок У Зэйкс Есть Мека Есть Урна Есть Огр Клаб У Туска мы видели Что у Венги Боюсь открывать У Венги У Веншфул Спирит Пауэр Трэдс И больше пока что ничего Но Робо Мэджик Не считается У Айвы Тем временем Имеется Владмир Есть у него ПТ и Боттл И в Курьере Что-то ему летит Ему летит Толком ничего Просто Свиток Портала Летит у нас Айвы Ну по фарму Команда Москоу Файв Слабее Смотрится чем Мип Все дело в том Что основные ресурсы Основные деньги Сконцентрированы Всего лишь В трех персонажах Да в двух даже Наверное Я бы не брал Бладсикера Бладсикер в принципе Здесь Просто Игрок который Дисбаланс в драках Будет устраивать В рядах команды Москоу Файв Ну все дело что Свен уже имеет Блэк Кинг Бар У него есть все Для того чтобы драться Это Гад Стрэндж Конечно же Это ПТ На ту же силу И Гад Стрэндж Второго левела Вместе с БКБ Сюда собрать Момс Обдрать Дейдалус И можно В пятером Будет отправляться Под фонтан Разумеется С С Счетчиком Респауна Мипы Пока что Смотрятся Сильнее И тут Дело не в Какой то Субъективности Я думаю Объективно Смотрим на графике Понимаем что Мипы сильнее 21 минута 7500 по голде Т2 на миде Упал со стороны Команды Москов 5 На топе Точнее На топе До сих пор Стоит Т1 Со стороны Команды Мип И на миде Упал Т1 И упал На данном Лайне Т1 Короче говоря 4 в пока что 4 в 2 По Таурам Выигрывает Команда Мип Ну и по фрагам 9 в 2 Вы сами Прекрасно понимаете Давайте на крипстат Посмотрим Лекан Пытается Пытается 100% Хоть что то Сделать Некра первого левела Уже появляются Так Смоук у нас От команды Москов 5 Они попытаются Зайти в спину Поймали Зэксэ в сетку Будут ли Юзать против Зэксэ Блэк Холл Ну Симба Думаю не будет Этого делать Зэксэ у нас Произвал Меку Так Здесь в спину Заходит Сландер Реведж Сразу по 2 Игрокам Симба домой И Сонг оф Сайрен От Хани Просто бежать Отсюда Хани собрался Но Свен Скорее всего Под Гад Стрэнджем Развалит Всех кого можно Зэксэ с одного удара За Бигнумом Пошла погоня Стан Бигнум Пока что не ловит Здесь у нас Сландер Сландер пытается Бигнума защитить Айва отсюда уходит Ну как-то кайтят В33 Стан ловит у нас В33 Погоня теперь за ним Теперь ему надо отходить От хила у него Никакого не имеется Гад Стрэндж Наконец-то закончился Драка пока что 2 в 3 Айва у нас улетает И Отсюда В33 тоже Улетает Свен на лоу хп На жутчайшем лоу хп Попытались его Убить Не получилось 1 в 2 Нет 2 в 2 Скорее всего Подрались 1 пока что Показывает Счет А нет Все таки Да 2 в 1 2 игрока команды Moscow 5 Был счет 9 А счет был у нас 9-2 Все правильно Да 11-3 Становится счет на данный момент 2 игрока Это Это Веншфул Спирит И Пугна умирает у нас И со стороны команды Мип умирает Энигма Ну и Энигма фармил Больше всех А значит и получили С него больше всех По прежнему Мипы впереди По Графикам И Они продолжают наступление На позиции команды Moscow 5 Давайте артефакты Еще раз Посмотрим Может быть у кого-то Что-то Да Появилось У Пауэртретс Пауэртретс Точнее у Бигнума Робов Мэджик по прежнему Пока что ни во что Не превращается У Пугны А Мека у Пугны Собирается Блэк Кинг Бар Есть Митрил Хаммер Есть Огар Клаб Что у Сландера В принципе После Блинк Даггера Ничего толком не появилось Аркан Бутсы Если что имеются У Тузка Тоже так и не нарисовался Не нарисовались барабаны Ждем Тысяча по голде есть В принципе барабаны Купить уже можно Но Скрин пока что Деньги тратить не собирается Дазл у нас Бегает с Транквилами У Свена появляется Мом И теперь В-33 наваливать Будет посерьезней Не очень кстати Реализация получилась Команды У команды Мип Наги Как то неудачно Отжимается у нас Song of Siren Симба уже Один раз Именно на данной позиции Две секунды Блэк Холла Потратил впустую Потому что все спали В принципе Ханит парень Опытный Но что-то Да пошло не так И так же Здесь Song of Siren Был проюзан Но умудрился он Подставить еще и Свою команду В общем-то Не успел Не вовремя Был проюзан Song of Siren Убили Симбу То что Нага далеко была Я думаю Это не повод Вообще Отмазываться И придумывать Данные Отговорки Нага у нас Саппорт Нага всегда Должна быть рядом Сландер Продолжает погоню За Симбой Малифайз у нас Поймал Симба Реведж пошел От Сландера Симба здесь Под грейвом Симба пытается Сделать тп аут Но сбить просто Нечем 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 Еще раз Нечем Сразу вдвоем Вместе с Дазлом Улетают на базу И драка Нечем не заканчивается Что печальнее всего Просто провязали Реведж Ну что у нас Хани Юзает здесь Song of Siren Пытаются поймать У нас Команду Moscow 5 ПКБ у нас Провязал Бладсикер Сразу же Панч получает в лицо Экзист рассыпается Очень быстро В соло экзист Драться рановато В принципе Небольшой дамаг Небольшой хп Пул у Бладсикера Куда он полез Мне непонятно Вообще непонятно После панча Приземлился И погиб Скрин Наконец-то Собрал барабан 11-4 Счет М5 Отжали Рошана У команды Мип Что-то По чуть-чуть Довыравнивается В рядах команды Moscow 5 Давайте на графике Посмотрим Динамика вниз Это В любом случае Плюс Даже на ровном месте Если бы она стояла Это был бы плюс Для Moscow 5 Потому что они Достаточно серьезно Уступают своим оппонентам 11-4 Счет На данный момент И Можем в принципе Посмотреть Что там У Энигмы Вырисовывается У Энигмы После БКБ И после Меканзма Появляется 1800 на руках Еще немножко Остается до Даггера И тогда Энигма Я думаю Станет головной болью Для команды Moscow 5 Такой Энигма На 30-й минуте Мне кажется Вообще Противозаконным Должен признаваться Так Выход у нас На топ На Тауэр По топу Первый Бладрайт у нас Пошел от Бладсикера Все отходят Никто Под него не попадается Незербласт у нас Просто вглиф Прошел от За эксцену Незербласт Имеет Кулдаун 5,5 секунд Можно просто Им спамить Почему Moscow 5 Не хотят драться Вот почему Moscow 5 Не хотят драться Во-первых Сландер не рядом Во-вторых У Сландера Еще 30 секунд Не будет реведжа А Свен У нас собрался Драться Я смотрю Он проюзал Mask of Madness Он Warcry Тоже проюзал И бежит Просто бежит W33 Ну Никого не догоняет Злобу свою Выместил На Крипах лесных У W33 Mask of Madness И после Mask of Madness 2.100 На руках Если не появляются Артефакты У меня есть подозрение Что Копит персонаж На даггер Посмотрим За W33 Понаблюдаем В принципе У нас очень близко Находится магазин В котором Может этот даггер И приобрестись Да Даггер появляется У нас у Свена Свен становится Нереально мобильным Тем более Наравне с Наравне с Энигмой Могут вместе Врываться Black Hole Оба имеют Black King Bar И туда God Strange Под Warcry Короче говоря Скорее всего Moscow 5 Такую комбинацию Не вывезет Ну поэтому Нельзя Вместе Находиться Надо как-то Рассредоточиться По карте И выбирать Правильные позиции Для файтов 29 минут У нас позади Т2 По миду Со стороны М5 Стоит на месте И Т2 По нижнему лайну Тоже на месте Moscow 5 Идут пушить Нижний Тауэр Команды Mi Pound Так Врыв у нас W33 На Сландера Просто в соло Бежит без God Strange Сландер Очень неприятно Себя чувствует Кракеншелл Здесь не спасает С таким количеством Дамаги Moscow 5 Тем временем Забирают Тауэр За Иксе Незербластом Тауэр подмял Под себя У За Иксе 1500 на руках После Мекки И пусть После Блэк Кинг Бара Я думаю Пора выйти Вагоним Так Бладрайт у нас На землю Бладрайт Только Одного Волка Разорвал Как же Неприятно За этим Наблюдать Лежит Мертвый Волк И что Бладсикер Доволен ли ты У Экзиста Имеется Блэк Кинг Бар Есть Сэн Джин Яша 1100 Даже 1200 Золото На руках У Матушки Постепенно Начинает Собираться Что бы это могло быть Я думаю Это Форс Став У нас У Матушки Собирается На всякий случай Для подсейва Себя И подсейва Своих Тиммейтов У Свена 620 сверху После Всех артефактов Которые уже были В курице Пока что Ничего Ну Свен я думаю Уже может позволить Себе выходить в Тараску Быть немножко Покрепче 1400 Ну 1600 Пауэртретс На силу Не так уж много Для 30 минуты Тем более Есть медальон Если я не ошибаюсь Нету Венжи Фолл Спирит Нет медальона И Медальон так и не появился У нас у Лекана У Лекана появляется Третий Некрай И 2300 еще сверху У Айвы На руках У Пугны Постепенно Начинает появляться Аганим Смог провязала Команда Москов 5 Ждем Затаив дыхание С лоу граунда Поднимается у нас Москов 5 Скрин увидел У нас Экзиста Экзиста отправляют Сразу же от своей команды Отделяют его Здесь есть W33 Он под ультой Бежит и бьет по спине Всех Кого только можно Еще один удар По ЗХС ЗХС Скорее всего отъезжает Да У нас Свен И Свен еще на хосте Ему вообще бежать Как с горы катиться Здесь у нас драка разделилась Развалили также Тузко Пока что это минус 2 Улетает у нас на базу Бигнум В Бигнума летит молоток Можем в принципе за этим Понаблюдать Интереснее В ближайшие секунды Ничего не будет Где молоток В Бигнума Где, где, где Молоток не долетает Значит Где-то в лесу Потерял скорость И упал Ну Опять же Опять же Дерутся В два безответных фрага Москов 5 Они не готовы Сражаться против Мипаун То Мипаун Серьезный перефарм 7500 Примерно тоже По экспириенсу Очень много денег В руках Энигмы Драться вместе Не получается Влететь в Сноубол Тоже вряд ли получится Реведж поймать Разве что Может команда Мипа И Симбу Если быстро зафакусят То можно его развалить Но Для таких дел Есть Мачка Которая не стоит рядом Которая стоит далеко И на всякий И В общем-то я думаю Постоянно На Шалу Грейв Клацает Просто по Симбе Чтоб Симба жил Чтоб Симба успел Вкастовать Меку дать себе И вкастовать Блэк Холл Тут есть Блэк Кинг Бар В принципе Бёрст Дэмэдж В него просто так Не вольёшь Если только Опять же Реведжем не поймаешь Но пока влетает Тайт Хантер Пока кастует Реведж Можно успеть Реально прожать Блэк Холл Ну что М5 отбрасывается Всем что у них есть Пока что Есть у них немного Тут разве что Незер Бласт От Пугны И Лёд От Туска У Туска 1900 на руках Будет ли это Дезолятор Увидим Немножко попозже Пока что 1900 2000 Ничего Скрин у нас Не покупал Да он и барабаны Купил на 25 Минуде Почему-то Копил деньги Непонятно на что Конкретно Это какой-то Крутой Сет Да у Скрина Действительно Крутой сет Хотя Смотрится на Туске По-моему Все одинаково Плохо Или может Это у меня Какая-то Антипатия Личная К данному Персонажу В принципе Не обращайте Внимания Хипперстоун Появляется У нас У Лекана Будет выход В Кирасу Потому что Больно уж Сильно Сыпется Москоу 5 При драках Тут Свен Готов Я думаю Продолжать Своё дело Появляется У него Бродсворд Появляется Блэйцев Атак Ну и Кристаллиц Собирается Вот То о чём я вам говорил Стандартная сборка На Свена W33 Выходит у нас В Дайдалус Понятное дело С таким сплэшом С таким радиусом Сплэша И это Нереальная печаль Для любой команды А тем более Мягкие персонажи Москоу 5 Сыпаться будут Один за другим Москоу 5 В своём лесу Просто В Тимфарм Иначе это не назовёшь За Икс Через Незербласт И фармит Кентавров Сландер здесь Разбирается с сатирами Ну и Ещё одни кентавры Пока что стоят Ждут своей Участь Жестокий Сландер К ним добрался 2700 на руках У Сландера На Эншентов Даже команда Москоу 5 Не выходит Потому что Мне кажется Боится и понимает Не то чтобы боится Но опасается Просто так Слить ещё Одну Две драки Тем более У себя Где-то Под Хайграундом Было бы Очень обидно И неправильно Под Гад Стрэнджем Вместе с Энигмой Вместе с Нагой Сайрон И Бладсикером Я думаю Сторона Упадёт Меньше чем За Полминуты 3900 на руках У Экзиста Есть Блэк Кинг Бар Есть Сэнджин Яша Экзист пока что Копит деньги На что он копит Мне неизвестно В Блэйд Мэйл Этот парень Не пошёл В принципе С руки так особенно И никто не бьёт Кроме Ликантропа Но у Ликана А у Ликана Кстати Блэк Кинг Бара Нет Почему Экзист Без Блэйд Мэйла Может потому что Он профессиональный игрок И Пап Пабовский тембилд Его не интересует Возможно по этой причине Скрин Вардит у нас В лесу На секретшопе Команды Мип Готовится выход На Мидлейн Ну здесь Прочекали Никого нет Из команды Мип Ну здесь Симба может В принципе Попасть Но Симба Видимо что-то Почувствовал И Блинкаут Отсюда делает Так Огр Клаб У нас упугный После Пойнт Бустера У Машки Появляется Все-таки Форстаф Наконец-то Помимо Форстафа Есть Гем Постепенно Варды Команды Москов Будут Просто Исчезать Почему Не исчезают Я думаю Всем понятно Да и все Увидят Прочекают Дазла Я думаю Поймут Что гем У этого парня Есть Тем более Когда твои Варды Разбивают Если ты Более-менее Скилловой Парень То На карту Ты смотришь Кто вообще Что там Из игроков Команды Просто бьет вард Грех не прокликать Не понять Что Саппорты Уже закупились Этим полезным Артефактом Ну у всех Есть ульты Все в принципе Готовы драться Но Кто на сколько Готов Кто на сколько Готов Давайте по ультам Пробежимся У Пугна Мы увидели За Икс 13 левел Соответственно Лайфдрейн На втором левеле Всего в качи У Тайтхантера Реведж Тоже второго левела У Лекана 17 Это третий Шейпшифт У Веншфул Спирит Нас ульт не интересует У Тузка Левел 2 ульта У Энигмы Близко Очень близко К третьему Блэк Холлу Дела обстоят У Свена Уже есть Третий Гот Стрэндж Сколько он бьет с руки Сейчас мы увидим По Зэксе Сколько он бьет с руки Блэк Кинг Бар Включает у нас Зэксе Основная цель Зэксе Я думаю Для команды А Мип Ну Свен Просто добил Улетающего на базу Пугну Я думал Даже Перебросит нас На Труп Зэксе Который отправился На базу Нет Он добил его Еще на своей половине И На базу У нас ничего Не отправилось Москов 5 Реально сыпятся И не могут вернуться Как-то восстановить Восстановить баланс В данной игре У них не получается Симба Входит сюда Миднайт Пульс На землю Рибака поймал В Рибака поймал В Блэк Холл Такие Блэк Холлы Даже Не кричатся Не обсуждаются Просто Как обычный Скилл Провязал Блэк Холл Войву Это Того Пожалуй Стоило Потому что Рошана Командом Мип 100% Отжимает Москов 5 Не может За него Драться Драться Попросту Некем Ну да Придет Тайт Хантер Да И узнет Два Реведжа Куда эти Два Реведжа Улетят Они улетят В принципе В никуда Потому что С половиной ХП Командом Мип Драться Будет Мека Есть Кому Пугна Незербластами Дает Но Откат 5 секунд В принципе Ну два Он вкастует За драку Ну пускай Три Здесь Мекки Здесь Какие-то Подсейвы Подхилы Этого Явно Недостаточно Аганима У него Пока что Не имеется W33 Уже На хайграунде Команды Москов 5 Он стоит Бьет Вышку У него есть Аегис В принципе Можно драться Просто Даггераут И просто Улетает На мид Экзист Экзист Улетает на мид Остальные Все пешком Идут W33 Идет пешком Нага Тоже отправляется В свой лес У Наги У Саппорт Наги Уже Имеется Диффуза Имеется Виталити Бустер И готовится Выход В Харт Оф Тараск 2000 Также на руках У Гладсекера Тем временем Появляется Мьоунир Что у нас У Айвы Кераса Появляется После Некров Третьих Что-то Некра Третьих Кстати Не очень Ощущается В файтах Ну вообще Мало Что ощущается В файтах От Москов 5 4 фрага За 39 минут Они смогли Сделать 10 минут На 1 фраг Вы понимаете Это не показатель Это вообще Полное Фиаско Для Московского Коллектива Но тем не менее Хайграунд Целый Тавара Стоят Линии Стоят Бараки Пока что Еще Не Тронуты Москов 5 Переходят Реку Частично Кто у нас Здесь У нас Скрин Уже Здесь Готов Драться Но Драться Надо будет На своем Хайграунде Есть ли ТП У Айвы Да ТП С собой Носит Пугна ТП С собой Не Носит Что у нас Продал Пугна Я не Заметил Отправляется На базу На ЗХ Пока что Глиф Произали Скрин Здесь Будет ли Дабл Реведж Наблюдаем Просто за Сландером Врывается ли Сландер Или нет Ну W33 Стоит у нас У него есть Аэгис Включает Блэк Кинг Бар Дает стан ЗХ Так Панч у нас По Свену У него не будет Блэк Кинг Бара Надо забирать Свена Причем забирать его Дважды Он встает И просто делает Даггер Аут Сонг оф Сайрон Здесь Долуны Еще наваливают К кому-то Это ЗХ Ну что Забрали Т3 Разменяли Т3 На один несчастный Эггис И пошла погоня Сландер бежит У Сландера есть Если что Блинк Даггер Ну и у Наги Есть Блинк Даггер Она берет Руну И просто Отсюда валит Хани Круто отыграл Безусловно Спокойно На опыте Забрали Т3 По мид Лейну Чуть-чуть Побили Бараки Но практически Неощутимо Немного досталось Рейнджевому Бараку И ушли Ну а почему нет Нага в пике Что еще делать Все-таки 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 Как бы сильно Не флеймил я Нагу Которая собирается У нас в Радианс Нага Которая не собирается В Радианс Мне кажется Еще более Унылое зрелище Так через Song of Siren Будут Я думаю Проходить все драки Хани тем временем Забирает у нас Венжи Фул Спирит Это было здесь Давайте посмотрим Повтор этого Фрага Винга здесь Винга попала в сетку Вингу просто Заковырял И причем Заковырял ее С иллюзией Не руками Не сам Не собственно А просто отправил Иллюзии Возвращаемся К этому матчу 16 на 4 счет Команда Мип Впереди Лидирует она На 20 тысяч По голде По экспириенсу Более 14 тысяч Также у нее имеется Что М5 делать Непонятно Драться на своем Хайграунде Все это хорошо Конечно Еще раз говорю Два ревейджа Не вывозят Начертили Кто начертил у нас Кто-то с синим Значком Начертил у нас Что не выходит Команда Нип Из своего Хайграунда Он показал Что надо Наступать И что Москов 5 Спускаться не будут Они зажаты На собственной базе Фарма Фактически Ноль Разве что Одиночки Такие как Скрин Могут позволить Себе выйти У Тузка Появляется Даггер Это уже Неплохо У Айвы 1300 сверху После Керрасы И Некров У Бигнума Появляется Блэйдмейл Но сколько Дамаги В себя может Впустить Впитать Бигнум Это разве что В стиле Камикадзе Проводить драки У ЗАИКС Наконец-то Появляется Аганим Но здесь есть Блэк Кинг Бар Того же В33 Просто так При помощи Лайф Дрейна Не развалить БКБ Здесь 6 секунд И все равно 6 секунд Свену хватит Чтобы Одного-двух Персонажей Исключить Из драки Причем Самым насильственным Способом В33 Уже готов драться У него есть сыр На всякий случай Можно проюзать Будет его Симба Здесь у Симбы Есть даггер Так В33 Врубает у нас Ульту Через панч Хоть какую-то Секунду Сэкономили Лайф Дрейн Пошел от ЗАИКС Есть Все разобрали Свена Song of Siren От Хани Нормально Нормально Можно драться Бладрайт У нас здесь От Экзиста Пошла погоня Остановили у нас Экзиста Надо еще один панч Через панч Поднимать Экзиста Нельзя давать ему улетать Свап от Винги Экзиста Забрали 2 в 0 Бараки Не все конечно Милишный рассыпался Но рейнджевой стоит Команда Moscow 5 Огрызнулась Насколько она это сделала Давайте посмотрим Fight Recap Показывает нам Что на Почти на 2000 Но тем не менее Огрызнулась И главное Что развалили Свена И развалили Бладсикера Это мейн керри Оба персонажа В принципе Можно их отнести К мейн керри Команды МИП Они должны бить Сейчас Они не должны умирать На 44 минуте Они должны сносить Стороны Да Свен у нас конечно же Попытался снести Сторону У него Частично это получилось Но Если каждый барак Он будет разменивать В собственную смерть То очень скоро Moscow 5 Сами начнут давить Давайте глянем На графике Что у нас Ну от 20 Пошли постепенно вниз От 15 Тоже постепенно вниз Примерно до 11 тысяч Экспириенс В пользу команды МИПАУНД По Золоту Более 16 тысяч Moscow 5 Понятное дело Что поверили В свой успех Хотя бы частично Но Не настолько Чтобы переходить Через реку Драться на той половине Пока что Очень и очень рано Здесь у нас Матчка дерется С иллюзиями Тайтхантера Просто Исключает Вижен На своей половине Карте И правильно делает Ну как сложно Давались иллюзии Тайтхантера Бедняги Мачке Что у Сландера 2300 сверху После рефрешер Орба Возможно будет Выход в Шиву Я думаю было бы Это уместно Для Тайтхантера Или хотя бы Урну собрать Пайп точнее Собрать Для команды У Пугны 1800 на руках Это после Аганима После БКБ С Меккой У Вингит 1000 После Блэйд Мейла У У Ликана 3400 на руках Возможно Есть смысл Пойти в Башер Уже есть деньги На Башер Но не будет Денег на Байбэк В этой ситуации Не оставлять на Байбэк На 45 минуте Подобно смерти Айва В принципе может Опять же Айва Без Блэк Кинг Бара Значит Он Встрет в любую Ерунду Которую организует Команда МИП Нет Блэк Кинг Бара У кого вообще Есть БКБ Кого можно Сонг оф Сайрен Отключить Разве что Одного Пугну Если Бугна Произает БКБ Смело Можно Врубать Сонг оф Сайрен Так БКБ у нас Пошел от Свена Свен очень сильно Проседает по ХП Здесь его наваливают Некрами Сыр съедает У нас Свен На нем Висит Грейв Надо ловить Свена Надо ловить Его выталкивают Но пока что Вся команда Москов 5 жива Волки бегут Волк погибает У нас В33 На лоу ХП Ничего так Наваляли ему Просто рассыпается После панча Он приземляется на землю И сразу же Огребает по первое число От команды Москов 5 Два Реведжа есть У Тайт Хантера Есть два Реведжа Ждем Что сделает Сландер Здесь Симбас Блэк Холлом И здесь Тайт Хантер С Реведжем Зэксэ Зэксэ Старается отпушить У него это пока Неплохо получается Через Незер Бласт Москов 5 держится Это просто какая-то Осада Просто Драка второй части Властелина Колец Не помню как звалось Это ущелье Но примерно так ситуация Стоят у нас здесь Волки Волки постепенно Стараются отпушивать Крипы появились Симба Симба здесь С Блэк Холлом С Блэк Кинг Баром Все черное у Симбы Симба готов рываться Реведж первый От Сландера И сразу же Сонг оф Сайрон Сландер скорее всего Не провязает Второй раз реведж Хотя можно Можно Сландера не контролят Сландер провязал У нас Реведж Но у Симбы Блэк Кинг Бар Нихрена ты ему Не сделаешь С Блэк Кинг Баром Сландер два реведжа Отправил в принципе В никуда Команда Фуловая Пугна Я бы в него Я бы в него Вложил и сыр Слишком сладкий Получается Писанаж Ну что У нас здесь Айва Оказался Каким Вообще Хреном Оказался Здесь Айва Бладрайт Под ноги Айва у нас Входит в ульту Свен наваливает Ему надо бежать отсюда Не надо драться Свеном Он под Гад Стрэнджем Зачем драться Со Свеном Но тем не менее Дерутся Сландер здесь Сландер Немножко порезал Дамагу Команде МИП Но втроем Москов 5 Рассыпались Зачем стоять В узком проходе Драться со Свеном Мне непонятно Бигнум Ловит у нас Стан Бигнум погибает Минус 4 25 на 8 Счет Команда Москов 5 Сыпется В первом матче Причем это было понятно С ранних Надеялись Ну доверились И да надеялись Первая катка у нас За МИПаундом Москов 5 Пока что Набирают 0 поинтов В данном состязании И Ждем ответ на игры Получится ли у Москов 5 Надрать в ответ 5 европейских задов Или Опять же Придется терпеть Как в данной катке Ну вот о чем я вам говорил Свен Которому дали выформить Все что необходимо Да он всыпался Но под Гад Стрэнджем В узком проходе На Питера Шана Вы сами видели Что случилось Сландер дрался Очень отчаянно Кстати Удачные реведжи Но опять же Здесь один Блэк Кинг Бар От Энигмы Очень ранний Блэк Кинг Бар Которого хватает Для Москов 5 Ладно Аналитика останется Она потом Еще во втором матче Обсудим Эту игру Которую только что С вами смотрели У микрофона Друг Это студия Игрокам ТВ Пока что Не переключайтесь У нас впереди Еще три интереснейших Матча Европейского дивизиона Очень скоро Услышимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok